МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите выпуски. Ремонт стоматологических кабинетов и перевои со светом. Итоги заседания правительства. Рейд в Солочью. Пожароопасный период в регионе продолжается. Снова в работе. ФАП в Рыбновском районе готов открыть свои двери. В понедельник, 22 июля, президент России Владимир Путин назначил Павла Молкова председателем комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». В тот же день Рязань с рабочим визитом посетила министр культуры России Ольга Любимова. Это и многое другое обсудили на заседании правительства. В начале заседания правительства глава региона Павел Молков рассказал о рабочей поездке в регион министра культуры России Ольге Любимовой, в ходе которого обсуждались планы развития учреждений культуры, восстановления объектов культурного наследия при поддержке федерального ведомства, реализация большого пешеходного маршрута «Рязань-Пешеходная». Губернатор отметил, что Минкультуры страны оказывает огромную поддержку региону от реставрации, ремонта и строительства объектов до поддержки творческих коллективов и насыщениями яркими событиями культурной жизни области. Другая новость. В понедельник, 22 июля, президент России Владимир Путин назначил Павла Молкова председателем комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Приоритеты уже определены. Здесь два ключевых приоритета. Первое – это все, что касается развития малого и среднего предпринимательства. И второе – это все, что касается эффективной экономики, повышения производительности труда. И там огромный пласт работы, огромный пласт проблем. Собственно, уже раньше действовали национальные проекты, которые позволили серьезно продвинуться вперед. Сейчас вот эту работу, которая уже делается, системно реализуется на федеральном уровне, нужно и дальше совершенствовать, собирать обратную связь с малого бизнеса, с среднего бизнеса, с крупных предприятий, которые участвуют в программах по повышению эффективности. Собирать вот эту обратную связь и встраивать ее в целом в систему принятия решений и предлагать новые решения, которые позволят нам и дальше уверенно развиваться. Поговорили о поручениях губернатора. Реставрация стоматологических кабинетов, при том как в городе, так и в области. За этот год уже поменяли 54 стоматологических кресла, возраст которых от 25 лет. На этот год у нас планы заменить еще 20 стоматологических установок. И это оборудование появится в Ряжском районе, в Касимовском, в Александровском, в ряде структурных подразделений города. Это 20 единиц. В настоящее время мы завершили подготовку к конкурсной документации, вносим последние коррективы и через неделю передадим в центр закупок. Поэтому до конца этого года оборудование будет поставлено и внедрено. Хорошая новость – появится филиал детской стоматологической поликлиники в Дашково-Песочне. Помещение уже подобрали. Запустят стоматологию в первом квартале 25-го года. После перешли к теме водоснабжения. Так, действующей скважине в деревне Мишуково Касимовского района больше 70 лет. Здесь было поручение по ремонту водозаборного узла. В населенном пункте Мишуково планируем установить водонапорную башню в октябре текущего года. Работы ведем с использованием средств региональной поддержки. Району был выделен бюджетный кредит в сумме 3 миллиона 600 тысяч рублей на капитальный ремонт объектов водоснабжения при подготовке к зимнему периоду 24-25-го года. Павел Малков отметил, что главное – это успеть к отопительному сезону. В Касимовском районе с задачей это обещают справиться. Павел Малков отметил, что повышение качества воды – важное направление работы. Тут используются все возможности, включая поддержку федерального проекта под названием «Чистая вода». В районах строят станции водоподготовки, обновляют сети и оборудование. Однако главное здесь – контроль, добавил губернатор. Следующий вопрос на повестке дня – уборка города. Жалуются люди на сквер Скобелево, парк «Братство по оружию» и имени Белякова. Если говорить про окос травы в городе Рязани, то финансирование мы увеличили в несколько раз. Площадь окоса по сравнению с 2023 годом уже на сегодняшний день в два раза больше. Если говорить конкретно по тем локациям, которые были указаны, по скверу Скобелево окос проводили 19 июля, лавочки покрашены, ремонт плитки проведен по ступенькам на этой неделе. Кусты и трава, кусты пострижены на прошлой неделе, и спил деревьев у нас запланирован на август месяц. Ежедневно мы вывозим мусор из всех парков, а графика по окосу раз в месяц. Недоработки есть всегда, абсолютно всегда, но не бывает все идеально. Конечно, я вижу, с одной стороны, прогресс. Сейчас убирается лучше, чем год назад, два года назад. С другой стороны, точно так же вижу, что трава не везде окошена, и везде все идеально убрано на улицах. Далеко не все хорошо в парках. Многое-многое другое. Поэтому здесь необходима системная работа. Мы сегодня об этом говорили с главными муниципалитетами. Во-первых, нужно выстраивать, как я сказал, систему, чтобы была техника, люди, расписание, контроль за исполнением работы и так далее. А во-вторых, нужно очень серьезно работать с обращениями граждан. На повестке дня проект постановления в связи с изменениями мер соцподдержки. Вместо месячного проездного билета стоимостью 446 рублей вводится оплата проезда льготной категории граждан в размере 50% от установленной стоимости проезда в транспорте общего пользования. Проект постановления прошел все необходимые согласования. Прошу одобрить принятие проекта постановления. Следующий вопрос – упрощение процедуры получения разного рода услуг. Если точнее, единовременная выплата при рождении ребенка теперь будет перечисляться без дополнительных заявок. Данные будут брать из системы ЗАГС. А для многодетных семей планируется выдавать удостоверение, подтверждающее таковой статус каждому родителю. Сейчас такое выдается только одно – на всю семью. Минсоцзащита продолжает у нас системную работу по повышению качества и доступности госслуг. Это очень здорово. Не раз уже об этом говорили, что услуги должны быть как можно более удобными. В электронном виде, а еще лучше в проактивном режиме оказываться. Эта работа продолжается. Закончилось заседание правительства традиционным списком обращений из соцсетей. В этот раз с большим отрывом на первом месте сфера ЖКХ. 888 обращений за неделю. Причина обращений – жалобы на отключение света. Уже не раз мы эту тему поднимали, обсуждали. Здесь причины две. Во-первых, это многолетнее даже не недофинансирование, а полное отсутствие финансирования развития электросетей, из-за чего нагрузка росла, сети приходили, упадок, получилось то, что получилось. А второе – я вижу выпиющий непрофессионализм ответственных должностных лиц в нашей организации городских электросетей. Пока я это называю непрофессионализмом, ну а дальше, как это интерпретировать, будем смотреть. По обеим этим причинам будем принимать серьезные меры. Финансирование надо выделять и системно развивать сети. В остальном – топ-5 без изменений. Здесь же жалобы на дороги и благоустройство. О последнем, кстати, на правительстве уже говорили. И тем не менее, губернатор отметил, что каждая жалоба должна быть отработана. В 2022 году, тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сказал, хотелось бы иметь и ФАП в каждом поселении. Номинально следуя словам главы региона, фельдшерско-акушерский пункт в деревне Высокое есть, а вот оборудования и работников там не было. Пока не вмешалась прокуратура. Проезжая деревню Высокое, можно заметить одноэтажное белое здание. Раньше это был ФАП – фельдшерско-акушерский пункт. И функционировал он, по словам местных жителей, на честном слове. На самом деле здание это построено не в 70-м, а в 1900-м году. С тех пор так и работал. Туалет на улице, вода в бутылках. В общем, говорят жители, фельдшерс здесь был до последнего. Уволилась врач в 2021 году. Простые уколы уже научились мы сами делать. А вот чтобы внутривенно сделать укол, надо, значит, дехать в рыбные. Там здесь идти, чтобы только у нас начинается делать уколы, а оттуда автобус идет только в час. И то он здесь не останавливается, она останавливается, как в деревне Старая Селена, на 2 километра 200 метров идти. Как с внутривенным уколом идти человеку более 2 километров. А так и ходили, говорят жители Высокого. Альтернативы-то нет. Писали во все инстанции. Дескать, факты есть, только оборудований и работников не хватает. В результате вмешательства прокуратуры Минздравом проводятся мероприятия по закупке. Здесь не хватает 17 единиц медоборудования, которые по списку требуются. И принимаются дополнительные меры к поиску работника, фельдшера. Здание отремонтировали за деньги муниципалитета. Появились и водопровод, и батареи, необходимый минимум, которого так не хватало раньше, говорят жители. Сегодня им устроили экскурсию по отремонтированному зданию. Помещение, в котором мы сейчас с вами находимся, это процедурный кабинет, совмещенный с прививочным кабинетом. Здесь будут находиться холодильники, манипуляционные столы. То есть все то оборудование, которое необходимо для условно чистой зоны, в которой проводятся либо инъекции, либо проводятся профилактические прививки. В соседнем помещении будет смотровой кабинет. Здесь будут осматривать женщин на предмет возможного выявления патологии со стороны женского здоровья. А самое большое помещение – непосредственно кабинет фельдшера. Тут врач и будет работать, осматривать жителей Высокого. Этого, говорит главврач, достаточно для работы фельдшера в условиях ФАПа. Вопрос остается только в самом фельдшере. Либо мы берем на работу нового фельдшера, либо перераспределяем работу своих средних медицинских работников таким образом, чтобы с определенной периодичностью наш фельдшер появлялся здесь для начала, для выполнения, в первую очередь, профилактических мероприятий с населением. По словам Юрия Гуреева, оборудование здесь появится через месяц-полтора. Тогда же фельдшерско-акушерский пункт начнет работать. Местные жители шутят, что в сентябре пойдут в ФАП, как дети в школу. Может, даже к фельдшеру, который тут будет работать на постоянной основе. На территории Рязанской области установлен пожароопасный сезон. На этот период разведение костров и посещение леса строго запрещены. Контролирующие ведомства регулярно проводят профилактические рейды. Наша съемочная группа присоединилась к мероприятию. Вот память по правилам пожарной безопасности. Вот у нас в КУАПе, в Козыце, 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 в Козыце. Такие эти самые, что как избежать пожара? Ну, ну, то есть, правильно. Сами не нарушают других пресеканий. Конечно, конечно, это все правильно. Пожар проще предотвратить, чем потушить. Такие профилактические беседы с раздачей листовок сотрудники управления по делам ГОЧС совместно с Солочинским лесничеством и службой ГИБДД теперь будут проводить регулярно. В период пожароопасного сезона достаточно одной случайной искры для того, чтобы уничтожить сотни гектаров лесного массива. Напомним, большинство природных пожаров происходят по вине человека. Такие мероприятия направлены, в первую очередь, на профилактику лесных пожаров, формирование у людей правильного отношения, о необходимости соблюдения требований поведения в лесах, тем более в условиях введенного особого противожарного режима, который введен 14 мая 2024 года губернатором Лизанской области. Такое мероприятие на сегодня проходит впервые, но в перспективе мы планируем. Правила пожарной безопасности в лесах категорически запрещают разводить костры с первого дня схода снега до установления дождливой осенней погоды. Во время особого противопожарного режима контроль за этим ведут строгий. Нарушения пресекают, а виновника штрафуют. Мы проезжаем по наиболее посещаемым местам и пресекаем попытки разжигания костров, мангалов. За это предусмотрено по нашим нарушениям правил пожарной безопасности 832 КААП. Часть третья предусмотрена на граждан от 40 до 50 тысяч, на должностных лиц от 60 до 90 и на юрлиц от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. При введении особого противопожарного режима запрещают не только посещать леса и разводить там костры. Нельзя также сжигать мусор и сухую траву в населенных пунктах и садовых товариществах. В случае возгорания спасатели рекомендуют незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренной службы 112. Кристина Вочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Многие из нас хоть раз довоясняли отношения с управляющей компанией. Героиня нашего следующего сюжета пытаются заставить работать управляйку своего дома с середины этого месяца. Ведь жить в своей квартире женщина не может. Мошки, комары и запах общественного клозета. Такая ситуация в квартире Ирины Кондратьевой с 17 июля. И это еще помещение слегка проветрили, а нечистоты с пола убрали, уверяет хозяйка. Жить, понятно, в таких условиях невозможно. Сейчас Ирина вместе с несовершеннолетним ребенком гостит у знакомых. Но в эту квартиру приезжают практически каждый день, чтобы договориться с управляйкой об устранении последствий прорыва канализации. Я 18 июля подала заявку в управляющую компанию «Городская роща-1». Заявку приняли. Подошел слесарь. После того, как я сходила сама лично к руководителю Веселову Сергею Павловичу, если я ошибаюсь, сообщила ему об этой проблеме. Подошел слесарь, Волков Александр, посмотрел в этот люк, не спустившись туда совершенно, и ушел, сказала, решайте это. То есть это все вот с канализации снаружи. Хотя текло из-под трубы и из стены, которые вот внешние. В так называемом подполе запах еще хуже. Спускаться сюда отказались даже мастер и слесарь управляющей компании. Мол, раз вы здесь храните вещи, то и помещение обслуживайте сами. И вообще, пускай подсохнет сначала, потом уже будем думать. Проблема с канализацией давняя во всем доме, подчеркивает Ирина. Пятиэтажка пенсионного возраста требует капитального ремонта труб. И он будет, правда, только в 2028-м, до которого в таких нечеловеческих условиях еще нужно дожить, жалуются собственники квартир первого этажа. Проблема эта очень длительная. Сам дом уже больше 60 лет. Я здесь третье поколение, так сказать, в этой квартире. Я здесь уже и родилась. Последние несколько лет у нас очень сильно, по крайней мере, в моей квартире и в подъезде, запах канализации. Мы постоянно делаем заявки, обращаемся. Периодически приезжают. Вот люк на улице, прочищают. Но, собственно говоря, проблема остается та же самая. Примерно полтора месяца назад у нас произошел засор. Пострадали все квартиры первого этажа. Я имею в виду засор канализационный. Выяснить, когда зловонный запах покинет квартиру Ирины и в целом весь подъезд, мы пошли в управляющую компанию. Вот только на месте компетентного лица, отвечающего за решение, проблемы не оказалось. Председателю удалось дозвониться позже. Вам, наверное, Ирина Омна сказала, что уже сегодня мы вызвали специальную машину подряд на организацию, которая выполнена пневмогидравлическую промывку внутренней системы канализации. Это под давлением туда запускаются шланги. И все вот частоты, которые там есть, очищаются трубопроводом внутренней системы канализации. При этом дезинфекцию от запаха и насекомых управляйка тоже обещала провести. Впрочем, о сроках не сказали. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В этом году метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать с 17 июля по 24 августа. Пик, когда космические ливни станут наиболее яркими и заметными, придется на две летние ночи. С 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Сто метеоров в час. Именно столько космических тел можно наблюдать во время потока Персеиды. Звездный дождь обещает стать ярким и заметным даже без специального оборудования. И хотя самый пик космического шоу придется всего на две летние ночи, с 11 на 12 и с 12 на 13 августа, метеоры будут лететь вплоть до 24 числа. В Солнечной системе существует достаточно много пыли. И вот эти мелкие пылинки, когда Земля в своем движении со скоростью 30 км в секунду вокруг Солнца проходит, они попадают в атмосферу, там сгорают. Мы наблюдаем явление, которое называется метеор. То есть метеор – это явление. А вот если пылинка большая, и она не успела сгореть, упала, тогда мы можем подобрать метеорит. Вот такая разница в названиях. Добравшись до Земли из космических глубин, миниатюрные частицы дарят всем любителям астрономических явлений захватывающее зрелище. Происходит это всего 4 раза в год. Метеорный поток Персеиды, или как его еще называют Августовский звездопад, известен человечеству уже около 2000 лет. Первое упоминание о нем есть в китайских летописях от 36-го года нашей эры. Кроме постоянного такого пылевого слоя в Солнечной системе имеются остатки старых комет. Комет разваливается постепенно, и по орбите комет движется уже не комет, как мы видим, с хвостовым, это тоже пыль выбрасывается из головы кометы, а пылинки, из которых комета когда-то состояла. Если Земля попадает в этот поток пылинок, то мы наблюдаем резкое увеличение уже активности метеоров. Родоначальница потока Персеиды комета Свифта Тутля, открытая в 1862 году. Точку на небосклоне, откуда летят метеоры этого потока, называют радиантом. Именно по его положению, реже по имени кометы родоначальницы, получает название поток. Радиант звездного дождя Персеиды расположен чуть выше созвездия Персея. В полной мере насладиться зрелищем, конечно, можно, лишь за пределами города, обратив свое внимание на северо-восток. С давних пор метеорному потоку придает мистическое значение. Считается, что желание, загаданное на падающую звезду, обязательно сбудется. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». ВХ «Тайфун» на рынке современных стоматологических инструментов уже 21 год. Российско-австрийская компания использует опыты и наработки ведущих европейских производителей, которые адаптируют для российского пользователя. В стоматологиях Рязани медицинские изделия ВХ «Тайфун» получают исключительно положительные отклики. Наконечники ВХ «Тайфун» производят на высокоточном швейцарском оборудовании. Совместное российско-австрийское производство обеспечивает европейское качество по отечественным ценам. В наконечники встроена блокировка обратного всасывания. Это минимизирует риск перекрестного инфицирования. Наконечники ВХ «Тайфун» – оптимальный выбор для стоматолога, уверяет производитель. Наконечники ВХ «Тайфун» производятся в городе Серпухов на австрийском оборудовании с проектированием совместно с известным брендом WDH. Изготавливаются только из специально запатентованных сплавов. При этом отделка от роля качества завода ВХ «Тайфун» имеет более высокую степень проверки выпускаемых наконечников. Для примера, в прошлом году статистика рекламации по международной версии ИСО у других мировых производителей хуже. Завод ВХ «Тайфун» постоянно дорабатывает и совершенствует известное хорошее качество. Врач клиники «Дентика плюс» Наталья Воробьева 12 лет работает наконечником ВХ «Тайфун». При этом за время непрерывной эксплуатации инструмент не чинили ни разу. Данный наконечник мне понравился. Он очень удобный, качественный, удобно лежит в руке. Им приятно работать. Ни шумный, ни тяжелый. Но главная задача – вовремя чистить, обрабатывать, смазывать после работы. Он универсальный. Его можно использовать как для лечения зубов, так и препарирования под разные виды коронок. Забережное отношение к оборудованию компания ВХ «Тайфун» наградила Наталью Воробьеву подарком. За 12 лет бережной, непрерывной эксплуатацией завод ВХ «Тайфун» дарит вам новый усовершенствованный наконечник, а также персональную скидку 10% на всю продукцию ВХ «Тайфун». Спасибо вам большое и вашему заводу желаю также процветания. Большое спасибо. Приобрести высококачественное стоматологическое оборудование, в том числе и усовершенствованный наконечник ВХ «Тайфун», можно в магазине «Медтехника» по адресу улица Есенина, 72-2. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сезон благоустройства в разгаре. Рязанские производители работают в несколько смен, чтобы удовлетворить потребности граждан и организаций, задействованных в нацпроекте «Комфортная городская среда». Наша съемочная группа побывала на заводе тротуарной плитки «Штайнрус», чтобы посмотреть, как из бетона рождается красота. Подробности в следующем сюжете. Ровные прямоугольники или брусчатка со скругленными фасками. Коллекции из двух, трех и даже пяти разных по форме и размеру элементов. Тротуарная плитка может быть разной. Но компоненты всегда одни и те же, правда в разных пропорциях, в зависимости от высоты и назначения изделий. Цемент, щебень, песок, вода. Мы используем цемент по словам качества. Модуль крупности песка не абы какой. Мы не можем взять песок просто с реки. Модуль крупности 2,2-2,7. Это крупный, дорогой песок, сеянный и мытый. Аналогично и с гранитом. Тоже мы подходим к этому очень серьезно. У нас на каждом производстве, а их у нас четыре по России, есть свои тестованные лаборатории. Без точного контроля, без подготовки сериалов, хорошая и качественная плита будет просто невозможно произвести. Смесь поступает на прессы, предназначенные для двуслойного вибропрессования. Вибропрессование в целом технология уплотнения тротуарной плиты. А на плиту во время прессования воздействуют две силы. Сверху, слева и справа воздействует сила вибрации, которая уплотняет материал. А сверху воздействует сила сжатия. Куансонные пластины с огромной силой давят на матрицу и на материал. Это длится буквально 15-20 секунд. Получается готовое тротуарное изделие, которое нужно будет просто высушить. Поверхность плитки «Штайн Рус» может быть гладкой и однотонной. В арсенале производителя 14 цветов. Но особую элегантность любому проекту придает плитка в палитре «Колор Микс». 31 вариант сложных сочетаний оттенков позволяют создавать стильные ландшафтные ансамбли. Уникальный рисунок, неповторимый. Как длинка от человека, так и тротуарная плитка серии «Колор Микс» неповторима. Каждая плитка уникальна в своем роде. И связано это в первую очередь с технологией смешения нескольких цветов, вплоть до пяти. Вы никогда в жизни не найдете плитку «Колор Микс», похожую друг на друга. Это, конечно, связано с очень сложной технологией, которая к нам пришла из-за границы, с немецким оборудованием. Возможности производителя широки, поэтому тротуарная плитка здесь выпускается и с поверхностью «Бэквош». Мелкий щебень натуральных минералов проявляет свою фактуру после отмыва. Здесь свои цвета, все максимально приближены к природным. Есть даже серия оттенков в цветах самых красивых озер мира – Байкал, Рица, Ладога, Нера. А обо всех тонкостях подбора тротуарной плитки могут рассказать менеджеры «Штайнрус». Шоу-рум компании находится на пятом этаже торгового центра «Клевер» на проезде Яблочково, 17. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова